В Петровском на площадке, где базируется автопарк муниципального предприятия Дорсервис, выстроилось несколько десятков тракторов, поливальных машин и машин для уборки дорог. Красивые, вычищенные, до блеска они должны и округ сделать таковым. Справятся ли с непростой задачей? Руководители уверены. Обязательно. Вот только в структурном подразделении благоустройства в этом году 72 единицы уборочной техники и 129 единиц средств малой механизации. А также увеличен состав до 286 человек. Это те, которые с лопатами, с метлами каждый день выходят на дорогу. Техника вся исправна и готова к старту месячника по благоустройству. Об этом доложили заместителю главы администрации Ленинского городского округа Сергею Гаврилову, приехавшему посмотреть и оценить лично силы и средства, которыми обладает муниципалитет. Провели смотр техники, чтобы понять, каким образом, какой техник, какими силами мы будем содержать территорию в этот весенний-летний период. Ну как, сил есть? Есть, конечно. И потенциал есть. И будем еще дополнительную технику закупать, привлекать. Так что будем максимально наращивать объемы в этом направлении. Среди представленной на смотре техники ярко выделяется вот этот красавец. Правда, сами водители называют его пылесосом, что говорит о важности в общем уборочном процессе транспортного средства. Водитель Роман Кожухов не без гордости рассказывает о своей машине. Передняя щетка отбойники моет, соответственно, все остальные. Это убираем проезжую часть от лотка, ну и, соответственно, самой проезжей части. Вот для весны, для весенней уборки, насколько она важна такая машина? Очень важна. Очень важна. Она продуктивная, скажем так. Поэтому без нее даже вот эти машинки не справятся. Но и без этих машинок привести в порядок дороги округа будет непросто. К примеру, этот кроха и снег убирает, и мусор. Мне нравится, что она вот именно хорошая машина. Что она мобильная. Вот чем хорошо. Можно в любой заколок заехать и сделать все нормально. А большой уже не сделаешь. В летний период помогут и средства малой механизации. Чтобы показать все разнообразие, обустроили небольшую выставку. Здесь представлены у нас высоторезы. Они служат для обрезки сухих ветвей. Триммеры. Они служат для косо-травы. Более дальше, это в зеленом цвете, это газонокосилки. Это также для стрижки газонов. Не поместившись на площадке, скромно вдоль дороги расположилась автовышка. Пока водитель не начал показывать, как она работает, не сразу и понятно было, насколько она функциональна. Забираюсь в корзину и медленно начинаю подниматься вверх. Интересно, немного захватывает дух, но для тех, кто постоянно выполняет работу на высоте, она вполне себе привычная. Автовышка – замечательная машина, очень необходимая в работе на высоте. Можно опиливать деревья, можно заниматься праздничным оформлением города или заменять лампочки, например, для того, чтобы освещение было хорошим в городе. Погода, конечно, не перестает удивлять, диктуя свои правила, но весна обязательно вступит в свои права, а Ленинский округ должен встретить ее чистым и опрятным. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.